Бегущий ведущий Шалом, прием, дамы и господа! Я сижу дома и, знаете, я следжу иногда за новостями. Чуть-чуть опоздал, чтобы обсудить эту новость, хотя, с другой стороны, я вроде как даже и успел, потому что после того, как произошла интересная новость в группе Пурген, после этого череда интересных событий произошла, и сегодня мы, сидя дома, созвонились с Русланом, чтобы обсудить все, что произошло уже в 2021 году. Руслан, шалом, прием! Салам алейкум, брат! Ну что, как твой настрой? Отлично, класс! Мороз и солнце, день чудесный! Да, учитывая, что мы созвонимся вечером. Я когда ехал на тачке, было солнышко, но сейчас, да, уже темно. У меня к тебе такой вопрос. Догадываешься, на какую тему мы с тобой сегодня будем общаться? Нет. Нет, мы поговорим обо всем, что произошло в группе Пурген в 2021 году. Конкретно я назову это «Распад», потому что я так понял, что из группы, из трежнего состава ты остался один, но сейчас ты уже не один, у тебя уже большая компания, уже музыканты вырубите и делаете дела, и планируете более высокие дела, чем было. Правильно? Да, да, в принципе, так оно похоже и есть, да. Расскажи, пожалуйста, как зарождался конфликт, какие были вообще первые звоночки, еще самые-самые-самые первые? Ну смотри, сейчас вот этот, как его, ты предлагаешь такое некое расследование, да, произвести события, ситуации, да? Я хотел бы узнать вообще твое мнение, как все было, твое видение и все-таки твоя группа, и я послушал твое видеообращение. Честно говоря, некоторые факты меня просто удивили, особенно касаемо и денег. Вот. Хотелось бы с тобой эти все моменты обсудить. Ну смотри, если ты вот как видеоблогер, да, типа расследование, да, проводишь, то смотри, сейчас как бы главный оппозиционный, ну, блогер, что сейчас он делает? Самый главный на данный момент? Да. Самый главный блогер на данный момент сидит. Оппозиционный. Правильно? А за что он сидит в тюрьме? За что сидит в тюрьме? Вот это хороший вопрос. Честно говоря, я не хотел бы обсуждать данного блогера, особенно у себя. Смотри, он сидит за вранье и за мошенничество. Правильно? За вранье и за мошенничество. Так что давай наше расследование проведем честно. Правильно? Я за. Чтобы оно было честно, чтобы мы не были такими, ну, некорректными блогерами, как некоторые. Правильно? Угу. Вот, смотри, в этом, вот, возьми ручку и бумажку. Возьми ручку и бумажку. Так. Это мы же серьезное расследование проводим. Правильно? Все. Давай, смотри. В этом проучаствовали четыре человека. Так, четыре человека. Я прям буду зарисовывать. Четыре человека. Да, четыре человека. Ага. Записывай. Их имена и фамилии. Натворили они дел. Натворили, понимаешь? Надо вывести все на чистую воду. Четыре человека. Первый человек. Фамилия Буш. 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 Старший. Буш старший. Буш старший. Вторая фамилия. Вторая фамилия. Лэми Килмистор. Записал? Ага. Третья фамилия третьего участника. Виновника всего этого, да? Декстер. И четвертая. Это Обама. Чернокожий. Ну, будем толерантными. Так. Вот. Получилось. Что у тебя получилось? Какие люди? Старший. Лэми Килмистор. Декстер и Обама. Вот. Давай начнем по каждому. По каждому начнем. Кто там первый у нас, значит, получился? Буш старший. Буш старший. Значит, над кем он стоял, касаемо нашей страны? Давай подскажу. Над Ельциным. Так. Я думал, мы просто про группу Пурген будем говорить. А, это все касаемо группе Пурген. Это касаемо непосредственно вот этого вопроса твоего, который ты задал. Что произошло? Так. Мы же, как профессиональные панк-блогеры, с тобой профессионально честно должны расследование произвести. Правильно? Вот. Смотри. Вот смотри. Логически, да? Буш старший управляет Ельциным. Ельцин – марионетка. Правильно? Мы создали группу в Советском Союзе, да? При Горбачеве. Вот. В 89-м мы уже так начали, в общем-то, заниматься этим плотно. Троллили Горбачева, да? Приходит Ельцин в 91-м году. Они сносят в Советский Союз полностью. Начинается нищета полная, да? Жопа, короче. А основной состав, первый, понимаешь? Вот первый состав. Это как раз мы в 92-м первую запись кое-как записали. Ну, на репетициях мы писали, на кассетник. Я, грубо говоря, продавал крыс. Понимаешь, чтобы у нас… Ну, у меня крысихи там, они специально рожали. Как бы они были спонсорами нашего первого альбома «Все государственного спонслагеря» – крысы, понимаешь? Вот. И в 93-м мы записываем трансплантацию мировоззрения. И потом парни просто прямым текстом говорят. Руслан, ты там маньяк сумасшедший, одинокий еще, понимаешь, с геной. А они были постарше. Они 70-го года рождения. Им сейчас под полтос уже. У них уже дети были. Они сказали, Руслан, либо ты нам, короче, платишь за концерты деньги, и мы тогда играем, потому что барабанщик любил Ирон Мейден, а гитарист любил, как бы, ну, хардкор тогда только зарождающийся, понимаешь? А мы играли пан-хардкор. Вот. И они сказали, либо бабло плати нам, короче, либо мы пошли, короче, в ментовку работать. И я говорю, парни, ну, откуда бабло? У меня крыса столько не родит, чтобы, знаешь, и записи, и репетиции оплатить. И еще вам платить за концерт. А за концерты тогда давали пиво до бутерброда, понимаешь? Все. Понял? Муж старший развалил Советский Союз и развалил первый состав Фургена. Что мне приходится делать? Пришлось искать других музыкантов. Чаще всего моложе, из других поколений, потому что все мои ровесники тупо пошли работать, и, короче, все это там, ну... Понял? Это первый. Второй там кто у нас? Лэмми Килл Мистер. Лэмми Килл Мистер. Что это Лэмми Килл Мистер сделал на нашей планете? Подскажи. Вот. Он придумал хулиганский трэш-металл, правильно? Это его первая, как бы, заслуга, да? Англо-саксонская заслуга, правильно? Трэш-металл он придумал хулиганский. Второе, чем он знаменит Лэмми Килл Мистер? Не знаю. Он рекламировал фашистскую форму, ходил все время в фашистской форме, носил черный крест фашистский всегда у себя на груди, потому что он англо-саксонец, правильно? Наверное. Кто его продолжатель на нашей территории? Кто? Ну, что ж ты такой? Ты какого года рождения? Так вот, мне интересно от тебя все услышать. А, ну, я понял. Ты такой начинающий блогер, да? Я тебя научил. Продолжатель, короче, Лэмми Килл Мистера, трэш-металла загробного, правильно? В нашей стране. Группа Коррозия Металла, правильно? Вот так. Вот этих ребят знаем. Отцы трэш-металла, правильно? Кто там, значит, главный у них? Сергей Паук-Троицкий был. Вот. Сергей Паук-Троицкий, правильно? Он тогда еще был молодым парнем. Этот англо-саксонский представитель, типа, да, отец трэш-металла, Лэмми Килл Мистера, научил молодого Сергея Троицкого, дал ему, как говорится, да, вот это что, типа, аааа. И ты пойми, там же Советский Союз развалился. Мы же стали колонией Запада, понимаешь? Как будто мы не до Америки, не до Англии. Вот. Паук рьяно начал, как бы, перенимать от своего кумира трэш-металл распространять на нашей территории, правильно? И стал ходить, как Лэмми Килл Мистер в фашистской форме. Вот что произошло, ты понимаешь? Потом что происходит дальше? Популярность, как бы, трэш-металла на Западе была 83-87-88 год. У нас, так как говорится, был железный занавес. Здесь популярность началась с 88-го по 98-й. И что происходит? Они были стадионной группой. Происходит тоже момент. То, что трэш-металл этот могильный, типа, перестает популярным становиться. Деньги все, короче, потрачены в казино. Понимаешь? Вот. И что делает паук? Потому что здесь же, получается-то, началась Россия потом в 2000-е годы. И кому эта фашистская форма нужна здесь, на нашей территории? Мы же не в Англии. Никому. И что, получается, паук вообще не виноват. Понимаешь, в этом. Виноват кто? Лэми Килл Мистер. Правильно? Паук что делает? Отец, можно сказать, отец отечественного российского трэш-металла. Правильно? Что он делает? Он с горя бухать начинает. Уходит в длительный запой. Так. Вот. Но за это время, за это время, пока коррозия металла была популярна, получается, да, много появилось тут фанатов. И они же поняли, что, ну, тоже думали, что они будут стадионными, типа, да, как это. А потом это раз, все, и рухнуло. Правильно? Нету ничего. Трэш-металл никому сейчас особо так и не нужен. Он не собирает. Понимаешь, какая проблема? А дети-то родились, ну, у коррозии металла фанаты. Понимаешь? Как, например, Вадим гитарист. Правильно? Значит, если Паук не виноват, значит, и Вадим не виноват в том, что произошло. Правильно? Я немножко буду их, как говорится, это отмазывать. Понимаешь, цепочка такая. Дальше кто там у нас? Дальше Декстер. Декстер. Кто такой Декстер? Кто? Ну, елки-палки, блин, ты вообще рок или не рок? Ты сказал, что ты шоу, что это, экстрим-рок и радио. Нет. Я просто ведущий. Мне вот интересно тебя послушать. Ладно, хорошо, шок-рок. Смотри. Декстер – это вокалист Офф Спринга. Так. А кто такие Офф Спринги? Это отцы, как говорится, поп-панка. Правильно? Так. Кто у нас проводник на нашей территории, главный поп-панк России? Главный поп-панк в России? Да. Отец поп-панка России. Кто у нас? Интересно, кто? Ё-по-р-с-э-тэ. Ну, ты двоечник. Чача. Понимаешь? Да, Декстер распространил, как Америкос, на весь мир поп-панк, типа заводной, веселый, а-ля коммерческий. Стадионы сейчас будет собирать. Правильно? Чача, как интеллектуальный, быстродумающий, хитрый и умный человек, понимаешь, берет этот стиль и у него какое-то время прокатывает. Опять, тоже много людей собирают, они там все хорошо, понимаешь. И также у группы наив появляются поп-панки, дети, понимаешь. Значит, получается, как бы что? Что Чача – отец поп-панка, правильно, российского? Паук – трэш-металла, а Чача – батя поп-панка, правильно? Ну, логически так получается. Логически, да. Так, поп-панк умирает, а дети остаются, понимаешь. И что делает Чача? Запой, как и Троицкий, вступает в серьезный, понимаешь, и эмигрирует. Ну, с набегами сюда приезжает, как бы, понимаешь, пьющие два бати. Вот что произошло-то, пьющие два бати, понимаешь. Так, а четвертый кто там виновник? Обама. Обама, ну, черный вот этот, да, по-русски негр. Негр Обама. Что он делать начинает? Обама связан с роком? Похоже, вот это Обама, да, ну, а-ля президент, марионетка. При нем начинается спонсирование ФА. Понимаешь? Обама, чернокожий, спонсирует ФА по всему миру. Также ФА и АФА, понимаешь, они спонсируют. Распространяют либерал-демократическая партия по всему миру вместе с террористами. Это террористы, это чисто их армия, понимаешь, такая подпольная. И также они делают еще две армии, ФА и АФА, в разных странах, где какая типа тема, понимаешь. Опять-таки, а мы находимся в России, понимаешь, где не все приживается. Вот. И получается, что у нас запрещены и ФА, и АФА, вот эти либеральные партии, допустим, да. А дети этих движений-то остались, понимаешь. Значит, что получается? Значит, Егорчик, типа, барабанщик, не виноват тоже. Обама виноват, понимаешь. Вот в чем проблема-то. А я, когда уже был там помоложе этих всех представителей чуть-чуть, понимаешь. Там в конце 80-х мне-то было там 16 лет, когда мы начинали. 15-16 лет. Им-то было по 23 уже, понимаешь. Я понимал, чувствовал на себе, потому что я металлист с 80-го года, понимаешь. Я родился с этими стилями всеми. На самом деле, когда я родился в 74-м, то через год 4 негра придумали панк-рок в 75-м году. Это была группа Dead такая, понимаешь. Грубо говоря, я родился. Еще не было ни панк-рока, ни хардкора, ни металла, тем более там поп-панка, которая самая последняя. Понял, да, ситуацию? Так. Вот. И я тогда придумал, что надо совмещать стили кроссовера, понимаешь. Я сделал панк-хардкор. Что такое панк-хардкор? Это, конечно, русское название, московский панк-хардкор. На самом деле, это стиль кроссовера. Кроссовер по-английски перевод перекресток, понимаешь. Это когда ты уже начинаешь микшировать стили панк, металл, трэш. Все делаешь, что ты хочешь, короче, делаешь. И этот стиль живучий оказался. И он выжил, понимаешь. И вот эти брошенные дети, у которых бати в запое, понимаешь, находятся. Они приходят ко мне, допустим, да. Я-то, получается, батя для панк-хардкорщиков, понимаешь. А тут вроде похоже. Вроде и трэш есть, и панк есть. И также, как бы, я приветствую русское антифашистское движение, понимаешь, которое с 40-х годов в нашей стране, понимаешь, ну, которое защищает фашистов, которые пришли к нам, понимаешь. Тоже вроде похоже. Но русское антифашистское движение – это совершенно не афа, понимаешь. Все похоже вроде, как бы, но все другое. И проблема в чем? Что когда к тебе приходят дети, у которых бати-то другие, и бати в запое, то ты для них не батя, понимаешь. Ты для них отчим. А отчим – это такая тема, блин, понимаешь, она как бы… Я не знаю. У меня, как бы, к счастью, только мои дети. У меня не было такой ситуации жизненной, понимаешь, что я с какой-то женщиной, у которой там другой ребенок, понимаешь. А здесь в музыке так получается. Иногда получалось. И получалось. Ну, как бы, сейчас-то как раз-таки первые составы там, уже более мы там набирали, более хардкоровские, понимаешь, с идеологической точки зрения. И последнее я уже так понял, что так с этим лучше не шутить, потому что, как бы, кто такой отчим? Отчим – это кто трахает твою маму, понимаешь. Это, как бы, уже стрёмно. И ты с отчимом всегда начинаются конфликты. Вроде все хорошо дома, но дом не родной. И вроде хочется, понимаешь, ну, эта тема надо… Психологическая тема, понимаешь, серьезная тема. Вот в чем дело. Так что, как бы, в принципе, пацаны-то не виноваты в этом. И в этом ни Чачи не виноват, ни Паук не виноват, понимаешь. Вот виноваты, в принципе, вот эти четыре персонажа, которые я тебе вначале и сказал. Вот так вот. Хорошо. А если тезисно, как происходил конфликт? Ну, тезисно именно с того видео, которое ты записал? Полностью не пересказывать конфликт? Просто тезисно. Да, конфликта на самом деле никакого особо не было, понимаешь. Там еще, как бы, присутствовал еще один поп-панк, как бы, да. Это организатор в колоде, понимаешь. Я его просто в основном-то как-то начал. Он, конечно, тоже, понимаешь, такой колпак чуть-чуть, понимаешь, специфический парень. И тоже поп-панк, понимаешь. Тоже вроде как бы он там хотел помочь, там, понимаешь, как бы так. А получается, что я ему тоже отчим. Вот в чем дело, понимаешь. Скажем так, я их знал, этих ребят, пять лет. И они меня знали пять лет, понимаешь. А панкарторщики меня знают 30 лет. Вот в чем дело. Вот все в чем дело. И когда уже после всего этого я написал колодец, я говорю, да, ты это, как его, ну, что там, типа, отчет по майкам, что с деньгами-то, типа, да. Вот. Он, говорит, ну, они не берут трубки, он не берет. Вот. Ну, пишет, типа, готовы встретиться, если ты будешь один на спятеро, типа, вот так вот, типа. Один на один, типа, никак вообще, типа. Не прокатывает, понимаешь. Я говорю, где деньги? А он, как бы, ну, говорит, деньги протрачены, типа. Протрачены деньги. Я говорю, слушай. Он говорит, я тебе делаю предложение. Я сейчас внедрен, типа, в поп-панк-тусовку, в эту коммерческую, да, где вот этот коммерческий, там, полис поп-панк. Я делаю хайп, типа, такой мощный, типа, хайп. И такой хайп сделаю, что, короче, приедут, короче, любимые поп-панковские, короче, эти люди в шлемах с дубинками, короче, и всех повяжут, понимаешь. Всех повяжут. Ну, и делает какой-то такой, знаешь, хайп такой, что, типа, соколенок вылетел из гнезда, понимаешь, потерялся, стал голос как сокол. Не хайп это, понимаешь, не хайп. Это очень все слабенько, слабенько. Я придумал хороший хайп. Хороший хайп я придумал, да. Ты понял, да, о чем идет речь? Или ты, как бы, тоже не в теме? Примерно. Ну, лучше объясни. Ладно. Ну, соколенок это, ну, как бы, кого он продюсирует, понимаешь. Чачи и соколенок. Ну, поп-панк там молодой, ты видишь, даже не знаешь. Они там такие все одинаковые. Ну, музыка пластмассовая, типа, а-ля, как бы, все украли у тараканов. Типа, только сделали еще слаще, еще более для девочек, короче. Такой вот поп-корн, короче. Вот. Я придумал хайп такой, типа, да. Они отыгрывают свое попсовое мероприятие, да, допустим. Ну, такое нормальное, да. Вот. И это как его. Соколенок выходит, короче, да, ну, на улицу, да, такой понамаженный, красивый. Ну, как вот поп-звезды, да, такая челочка, типа, так все наблиняное, да, такая. Вот. Девочки такие там, фото, видео все снимают на улице, да. Мы, короче, с партнами подъезжаем на джипах, короче. Вот. Я выхожу из, как бы, из Хаммера, да, выхожу. А там прям вокруг фанаты такие все, да, так вот сладенько. Прямо, чтобы маленькие девочки были, самое главное, вот для утрирования ситуации. Я выхожу в такой черной одежде, короче, вот, начинаю подходить, Соколенок узнает, говорит, Суслан, я вырос на твоих песнях, я вырос на твоих песнях. Я такой, ну, классно. Достаю здоровый браунин, короче, такой, да. И, короче, вот, знаешь, вот прям медленно, короче, прям в грудах, так, знаешь, как вот битдаун, короче. Ту-ту-ту-ту. Вот. Девочки все визжат, короче. Соколенок падает сразу, короче. Психологически травма у девочек. Да, они все это снимают на видео. Уставляешь, как крутой хайпанюга была бы. Они лохи пытались просто. Я сажусь в машину, уезжаю. Его, короче, Соколенка в машину быстро и увозят с неизвестным. Все, представляешь, видео попадает, короче, ну, в интернет, везде. Все там, типа, сумасшедший этот крэйзи панк-хардкорщик там, там, типа, стрелял, короче, в поп-звезду. В молодую, типа, знаешь. Представляешь, блин. И на три дня просто выключаются телефоны, да. Потом я в лесу, короче, там, жарю грибы зимой. Такое, знаешь, привет, ребята, там, все норм, короче. Все, связь пропадает. Соколенок, типа, а-ля, там, знаешь, ну, в кровати лежит, там, типа, включает связь через три дня, там. Мне нормально, все хорошо, там. На него, там, жена кричит. Выключи телефон, не нервничай, понимаешь. Все продуманный хайп. Представляешь, через три дня. Это уже в новостях показали по первому каналу, понимаешь. Ну, как бы, а он потом, как бы, говорит, ой, как вот он выворачивается, знаешь. Ой, а это было не по-настоящему, это было халопушка просто. А я просто, типа, ну, как бы, мне вот плохо стало, я упал, понимаешь. Все. Но за три дня это бы взорвал бы интернет по полной, понимаешь. Я, как бы, Голодю пять лет учил. Хайп должен быть крутой и смелый, понимаешь. Хайпанул один раз, сделал, блядь, крутое высказывание. И самый главный опальный миллиардер в Лондоне тебя уже цитирует через несколько дней. Вот какой хайп должен быть. А не цоколенок вылетел из гнезда, ой, он испугался и прилетел. Херня это, а не хайп. Надо круче, жестче, смелее, короче, хайповать. Вот так вот. Опять по поводу прошлого коллектива. До какого момента у тебя еще была такая условная надежда, что все будет норм? И какую первую эмоцию ты испытал, когда ты понял, что все-таки все, приплыли? Да я, честно говоря, вообще не думал, что так все произойдет 3 января. Я как бы и не ожидал такое. Ну, как бы оно, ну, оно как бы год уже такое было. Понимаешь, тут именно что, просто там потом стало понятно, что многие что-то недоговаривали, понимаешь, из них. Что, что они хотели. И думали, как бы это, ну, как тебе сказать, по-другому, не прямолинейно. Они пытались так, всяк, всяк, вот так. И у них вот это не получалось, понимаешь. Они потому что все-таки, понимаешь, тут как бы... Вот такая ситуация. Тут как-то... Ну, а что, когда все произошло, я думаю, ну, что, ну, произошло, значит, так и должно было произойти, и все, зашибись. То есть полный фатализм. Да круто, как бы. Ну, а как бы, ну, а... Ну, а что страшного-то? Наоборот, круто. Ну, какие-то изменения... Ну, скучно. Мне уже последний год скучно с ними стало. Просто скучно, понимаешь. Ну, как бы, я понимаю, что... Мне их, с одной стороны, и жалко, и скучно, понимаешь. Что-то вот они стараются, что-то стараются, стараются, а как-то и... А мне это особо и не надо их старать. В чем дело. Почему ты решил сделать видеообращение? Ну, понимаешь, когда ты просыпаешься утром и, блин, включаешь телефон, а у тебя там 50, блин, этих эсэмэсок, и люди там рус, что происходит там, что случилось там, ну, как-то, ну... Там же, типа, ну, колодец же этот, детский хайпажор, понимаешь, какие-то там картинки выкладывает, ха-ха-ха, хи-хи, блядь, ну... Ну, просто юмор на уровне доунизма, понимаешь. И как бы, ну, мне похер, у меня и инстаграм-то этого не было. Просто меня заклебало, что там 50 человек, там все переживают, там, ты как, там, ты там это, знаешь. Ну, там же попытались, типа, ну, там все наврали они, что там все вранье, понимаешь, в этих делах, понимаешь. Грубо говоря, за пять лет собрать пять фоток, типа, знаешь, где там сплю в гримёрке, ну, как бы, ну, такая бредуха, как бы. Просто когда это так бомбится, типа, а-ля хайп, как по хайпу, знаешь, каждый день. И, типа, это преподносится, что все, Руслан, типа, спился там, знаешь, он такой же, как наши бати, понимаешь. Ну, как бы, ну, как бы... У них-то бати-то в запое, понимаешь, уже в десятилетнем, понимаешь. А у меня был период стрейт-эйджа три года, а потом как-то, ну, я так спокойно к этому стал относиться, знаешь, или там раз в месяц вина выпить, или там после концерта пиво выпить, ну, похеру, потому что уставший. И когда в дороге там выпил пиво, то спать лёг. Понимаешь, тут у меня-то с этим проблем нет. Вот в чём дело. А они привыкли, что их бати, ну, как бы, пьяные вот эти, как бы, музыкальные бати, понимаешь. Я понял, да. Миталик – это просто алкоголик, понимаешь. Ну, как бы, спившись. И вот это, они попытались этот образ создать. Ну, и как-то мне через, там, неделю это надоело, что у меня, там, знаешь, 500 этих писем. Там фэны, там, переживают, мне музыканты звонят. Ты там как живой, там, ты зачем, ну, типа, пьёшь, там, ну, какой-то вот такой бред. Я подумал, надо обращение сделать. Ну, и сделал обращение, и это какого. А на следующий день они написали вот эту свою какую-то там, это текст свой, понимаешь, понимаясь какой-то там. То есть это единственная реакция, которая последовала на твое видео? От них – да. А какая реакция была от твоих фанатов? После чего? После видео. Моего или… Ну, вообще, после твоего, как я понял, что все после твоего видео уже окончательно поняли, что ты остался без ребят. Ну, панк-хардкорщики, они агрессивные. Понятно, что они, как бы, начали просто, ну, как бы, злобу посылать в ту сторону. Типа, там, суки, крысы, гондоны. Я говорю, да, парни, ну, не все так, прям, блядь, страшно, как бы, ну, ничего страшного. Они, как бы, ну, все успокоились, да и все, как бы. Через неделю, в общем-то, все успокоились, типа, ждем альбома. Мы потом вывесили видео с репетицией, с новым составом, и, как бы, все вообще расслабились. И, типа, зашибись, все нормально. Расскажи, пожалуйста. Там, просто вот, ну, как тебе сказать, опять-таки, видишь, воспитание вот этого поп-панка, оно как специфически некорректное такое поведение, оно какое-то такое правозападное, понимаешь. Вот на что-то картинки какие-то вот такие в тиху выкладывать такие. Типа, как-то пытаться обосрать человека, типа, знаешь, из-под тяжка. Какие-то письма каким-то потенциальным музыкантам, знаешь, там, каким-то там, что-то типа не связывайтесь, и тогда еще все. Первое, они, как бы, ну, видишь, прям поверили себя немножко, знаешь, как бы подумали, что, типа, у них получится что-то провернуть. Ну, короче, это изначально просто они попытались сделать, ну, как бы, Пурген, понимаешь, самобытный коллектив, созданный в Советском Союзе еще, понимаешь. Вот чем он известен и интересен на весь мир, своей необычностью, самобытностью и панхардкором. Попытка просто его, как сказать, ну, нормализировать и сделать, как обычную, современную, типа, там, метал-поп, типа, группу, типа, панк-металл. Понимаешь, как они видят это все, понимаешь. Такую стабильную, типа, приехали, отыграли, молча уехали, типа, все тихо, мирно, типа, особо, там, с публикой меньше общения, ну, такое, знаешь, как вообще. Типа ее, как бы, просто сделать, как вот, как обычный, вот, поп-рок-группы, поп-метал-группы, короче, нашей, блядь, эстрады. Вот и все. Ну, как ты говоришь, коммерческие ребята, просто, коммерческую вот эту проекту делать. Ну, конечно, менеджеру интересен, как коммерческий проект, музыкантам интересен, как стабильный какой-то проект, как они видят этот, ну, типа, вот такое. В общем-то, ну, оно, видишь, ну, значит, пришло время, что этот коллектив просто умер и разошелся. Сделано отлично, как бы, в принципе, ну, я рад. Отличный альбом записан, как бы, классный, понимаешь. Записана концертная программа в виде двух альбомов The Best, 15 песен. Супер все, как бы. Я-то, как бы, ну, к пацанам-то, в принципе, нормально относился и отношусь, как бы, но я к ним никак не, в общем-то, я рад, в общем-то, что все-таки они пять лет проиграли. Ну, немножко, вот, как бы, немножко сбились с толку, видимо, как-то их все это задело, что, в общем-то, я не батя и их немножко не понимают, понимаешь. А понять, как бы, что я чуть-чуть другой, как бы, и, в общем-то, я уже взрослый человек, понимаешь, сформировавшись, и меня, ну, невозможно просто меня поменять и как-то сделать меня коммерчески. Если бы я хотел коммерческий металл играть, я бы в 92-м году начал бы играть коммерческий металл. Вот и все. Раньше металлистов было гораздо больше, чем панков. И много металлистов не спросилось, потому что мы популярны и собираем залы. Еще и, как бы, популярны, ну, в других странах мы, я был там, я не знаю, там, в 15 странах мира, понимаешь, из них там в 10-12 мы делали гастроли-концерт. Ну, мы про гастроли еще вот в нашем интервью, как раз в студии Радио Шок, я помню, это все обсуждали. И были интересные истории с этим гастроли-концентом. Расскажи, пожалуйста, про новых музыкантов, откуда они взялись, как ты договорился, и какая конституция отношений именно в Пургене теперь? Ну, в принципе, Кран он у нас играл, он записывал рептологию лунного корабля. Отходил, отбел, а тут, как бы, видишь, весь состав поменялся, и он вошел, потому что он, как бы, год намекал, передавал, что, типа, он хочет, жаждет, типа, и, как бы, продолжать все это дело. Вот. Бас-гитарист – это крановский, как бы, можно сказать, брат. Они с ним уже, там, 10 лет вместе играют, и это, типа, слаженная ритм-секция. Вот, у них есть своя группа, была, как бы, казус. Это такой трэш-панк, навороченный, типа, играют очень хорошо, профессиональный, как бы, и Кран сейчас много докупил себе всяких штук по барабанам, очень крутых басист, крутейший бас с крутейшими обработками. Виртуозно владеют инструментом, при этом, как бы, панк. То есть они в теме все, хардкор, панк, все, все. Они, хардкорщики, стопроцентные, они выросли на полуне, они, как бы, потому что они мне, через неделю они сказали, что 30 песен сделаны, понимаешь, это, у них, эти песни, они на них, ну, выросли, короче, и они у них в крови, понимаешь, просто, и они на них учились играть, понимаешь, им только радость взять и сыграть это еще не только дома, там, или где-то на репетиции они там сами играли, понимаешь, а просто это. Гитарист, это, он играл в Мавзолее, в Терпенкоде, и некуда бежать. Но сейчас он опять, насколько я знаю, вернулся и в Мавзолей, и, и, ну, это тоже панк хардкорщик. Вот, также он еще и играл в Калевале, другим, или играет в Калевале, да. Играет в Калевале, это славянский металл такой. По поводу таких, как Аркона, пишет как бы Лазарь из Арконы, а он гармонист, вот, склевали. Это такие, ну, прикольные две московские группы, металлисты классные, прогрессивные, интересные, которые тоже миксы делают, понимаешь, не просто там металл из 80-х, а сделали что-то там с русской культурой. Ну, типа паган металл. Ну, мне это название не очень нравится, потому что по-русски это звучит как паганка металл, как бы. Ну, просто я не знаю. Нет, паган переводится как языческий. Ну, вот, языческий, так оно получше. Но, на самом деле, это слово тоже оно не особо. Языческий, это на древнерусском языке, язычник, это означает иноверец. Для нас всегда были христиане язычниками, их называли язычниками. А потом, когда после крещения Руси, которой было 600 лет, отбивали ведуновку, понимаешь, уже потом христиане начали язычниками называть родноверов. А на самом деле это, конечно, ведизм. Ведический, ведический металл, вот так сказать. Вот. Пришли к общему знаменателю. Да, 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 более точное. По поводу соцсетей. Теперь ты ведешь их? Да. Вконтакте группа, она как бы так и была у меня, и я ее так и веду. И мы просто сделали инстаграм. Теперь новый инстаграм. От старого можно, как я понимаю, отписываться и подписываться на новый инстаграм. Там ссылка будет под видео. Правильно? Да, да, да. Он тот пустой, они все стерли и все там затвердили. Новый инстаграм ведешь только ты? Ну, помощник мой ведет. Я потому, что как-то инстаграм, тикток, детский сад. Я понимаю, что это прогрессивные, современные платформы, но у меня просто времени нет. У меня своих детей, понимаешь, много. Мне там, блядь, тиктоки-то, блядь, херней заниматься, понимаешь, но... У меня на контакты еле хватает. С утра открываешь, там, блин, писем в 30, уже надо... И всем хорошо стараюсь ответить, понимаешь, и тут... А тут мои дети на меня залезли, понимаешь, и тут как-то, ну... Видишь, с чужими детьми не могу заниматься. Проблема в том, что у меня своих детей полно, понимаешь. И в музыкальном плане куча групп, и куча фанатов, понимаешь. И в реальном у меня много детей. Я сейчас просто больше стал заниматься своими детьми. И вот эти, как бы, ну... Как сказать-то... Ну, вот эти дети, не дети, как бы, да, такие, как сказали. Как это называется, ребенок, когда не твой? А как он правильно называется? Я, честно говоря, не помню, как он правильно, не твой ребенок. Какого ты рождения вообще? Ты мне скажи сначала, какого ты города рождения? Я 86-го. А, ну смотри, ты тигренок, ты уже взрослый человек-то, в принципе. Ты просто выглядишь, как он, блядь, 24-25. Такое, знаешь, я и думаю, вроде маленький, вроде большой, ни хрена не знаешь, понимаешь. Ну ладно. Там все, давай, там пасынки, наверное. Ну да, типа того. Вот, да. Так что так. Расскажи про новый альбом. Ну, новый альбом я хочу сделать. Конечно, сейчас мы начали тоже его делать, уже даже в новом составе. В общем-то, он будет панк-хардкор, но такой взрослый я хочу записать. Что это значит? Все-таки уже в новом составе, понимаешь. 10 альбомов записано, уже дохерища. Вот. А Пурген это такая дерзкая молодега вообще безбашенная, понимаешь. Вот. Все такое. Как бы их хочется. Я смотрю просто, ну, 80% как бы ребят, которые слушают Пурген, понимаешь, это, в общем-то, ну, твои сверстники и старше. Ну, как бы, 30 плюс. И они тоже, вы уже все взрослые стали. Иногда хочется такой послушать, знаешь, и мне тоже, я думаю, и как бы и вашему поколению. Какой-то серьезный такой взрослый, короче, такой панк-хардкор, короче. Так что, ну, это всегда сюрприз, но я думаю, мы сейчас запишем сингл просто. А, когда надо его ждать? Да я думаю, может быть, месяц-два вот так мы его сделаем. Сейчас сделаем, запишем сингл, и это будет как бы и такая, ну, немножко показывать, куда, чего направление будет держаться. Потому что времена очень сильно меняются. Это раньше, если десятилетиями стиль держался, то сейчас 2-3 года, и все поменялось. Огромная, типа, скоростная обмен информацией происходит по всему миру, и как бы все это движется, жижется, понимаешь. Уже тикток-панки появились, понимаешь, а мы тут все, блядь, на этих деревянных гитарах играем, понимаешь. Они там кнопку нажали, у них там пык-так-стык-так, драм-машина. Они там, эй, кислотный панк, понимаешь, там, понамазанные дети, понимаешь, такие сладкие-сладкие стали. Видишь, тиктокеры, поп-панк. Вот, а мы, знаешь, я вот себя молодым считаю, понимаешь, парнем, но как бы, я не знаю, смотря, наверное, они, наверное, смотрят, думают какие-то эти дядьки-хрипатые, что-то, знаешь, поют пивные, байкерные такие, понимаешь, вот эти. Так что не в тикток-панк я направлюсь, а как бы в нормальный, серьезный панк-хардкор. Но, конечно же, с экспериментами и с прогрессивным панк-хардкором, как мы всегда и назывались, прогрессивный панк-хардкор. Когда концерт? У нас концерты, кстати. Ты же сейчас где находишься? Ты находишься в Питерском районе Москвы, правильно? Я думаю, что просто в Питере, но не в районе Москвы. Я нахожусь в московском районе Ленинграда сейчас. В соседних районах сидим, понимаешь. А разговариваем по видео вот этому домофону, понимаешь, по-моему. Так удобно же. Ну, удобно, современно, круто. Мне тоже нравятся новые технологии. Короче, в твоем районе мы играем 12 марта. Так. 12. Место, какое уже известно? Да, крутейший фестиваль будет. Там, короче, будут тоже, можно сказать, ну, как бы для тиктокеров, пенсионеры, короче, Ленинградского, короче, рок-движения. Группа «Пять углов» – это первые хардкорщики такие крутейшие. Вот. Питерские. И ничего хорошего. Тоже пацаны. Ну, твои ровесники. Классные ребята и рокезные панки, короче. Вот крутейший фестиваль будет в Санкт-Петербургском районе Москвы. Так, а клуб пока еще неизвестно. МОД. А, клуб МОД. Прекрасно. Да. А в этом, как его, в московском районе Ленинграда, да, в моем районе, короче, будет концерт 13 марта на следующий же день. Вот. Да. Тоже с крутейшими группами, короче. В клубе «Правда». Вот. Будут играть тоже пенсионеры, такие же, как «Пять углов», понимаешь. Это московские. Им по 25 лет исполняется, представляешь? Алдари, короче, все, понимаешь. Группа «Мавзолей». Группа «Мавзолей». Группа «Мавзолей». Это, как бы, группа, где играл, где играет наш басист, бывший. И гитарист, бывший Пургена, тоже, как бы, участвовал в этой группе. Да, я понял. Группа «Мавзолей». И молодые ребята, группа «Картбланш». Такие они панк-хардкорщики, молодые блогеры. Там Леша Желтый, такой блогер. Ну, такой же блогер, как ты. Только, кстати говоря, вот, знаешь, он как-то попрогрессивнее, знаешь, чем... Все-таки, понимаешь, московский район... Понимаешь, тут, как бы, в институтах, как бы, ну, пожестче, наверное, к молодежи-то относится. Понимаешь? Вот он как-то исторически много чего знает, понимаешь? Посмотри его канал, интересно. Все, я только учусь. Ты давай, да, понятно, там, Питер, Европа, вы там это, знаешь, там, это... На Рослабоне вам бы что-нибудь там, это... В ваших этих пивнушках, знаешь, царских там посидеть, понимаешь? Там этих красный кирпич твой посмотреть царский, понимаешь? И элиту России поизображать, понимаешь? А надо еще учиться, понимаешь? Правильно, молодец. У тебя все прогрессивно, я шучу. Да, я понял, естественно. Спасибо тебе, Руслан, большое. Мы ждем тебя в Питере. И в Питере, если... Давай просто мы можно как... Мы просто 12-го придем к тебе в гости с новым составом. Вот, я это и хотел сказать. Если будет время, подтягивайтесь на шок и познакомимся со всем составом. Да, я как ясновидящий просто, ну, как бы, ну, читаю твои мысли даже на расстоянии. То, что ты хоть недалеко находишься, понимаешь? Тут 2 часа езды на наших скоростных сейчас этих... Метро, понимаешь, вот это... Сколько сейчас? 3 часа ехать или 2? На Сапсане 3. 3, да. Ну, 3 часа фигня, понимаешь? Здесь, если я сейчас сяду в машину, понимаешь, доеду до Москвы и доеду на другой конец Москвы, будет также 3 часа. Это да. Это да. Говорю, все. Отлично. Все, спасибо тогда тебе за беседу. Питер вперед!